Уважаемый директор, в прошлом году по русскому языку какой балл можно было набрать? Сколько можно было? 36, по математике 24, правильно? Ну, вот у меня тоже старший сын в прошлом году сдавал ЕГЭ. Я честно скажу, что я просто наблюдал, как он готовился и так далее. Если идет нормальная подготовка в школе, ни один ученик, который доучился до 11 класса, не сдать не может. То есть невозможно не сдать. Значит, я вас предупреждаю, уважаемые дамы и господа. Значит, у вас у всех немаленькие зарплаты. Я думаю, ну что вы смотрите у меня? Тысяча? Ну сколько у вас зарплаты? Сколько? То есть 30 тысяч. Ну, это почти две зарплаты по средней экономике домского муниципального образования. Значит, вот я вас всех предупреждаю, вот при всем честном народе, если вы в этом году допустите повторного, так сказать, невыпуска ребенка, то вы все будете от должности освобождены. Заезжал к муниципу Артема. Где он проживает у вас? Мичурин 76. Да, Мичурин 76. Ну, честно скажу, что, конечно, там 25% жилищного фонда муниципальное. И вы должны инициировать собрание. Во-первых, создание ТСЖ нужно инициировать. Для чего? По двум мотивам. Первое. Все ТСЖ, мы каждый год выделяем гранты. И все ТСЖ могут эти гранты получать. Если ТСЖ меньше года, это 130 тысяч рублей, правильно? Правильно. И 200 тысяч, если больше года, соответственно. Деньги, может быть, не очень большие, но они могут быть направлены на решение самых насущных программ. Первое. Второе. Когда создана ТСЖ, легче войти в программу народного бюджета. И третье. Когда создана ТСЖ, это единственная возможность, чтобы попасть в программу капитального ремонта по 185 закону. 15-го числа только на пяти камерах было зафиксировано 3109 нарушений на общую сумму полтора миллиона рублей. И это только превышение скорости. За один день пять камер. Вот можете их представить? Мы 90 по области поставили. Значит, будем наводить порядок с грузовиками. К сожалению, они действительно у нас пошли через Богородицу, через Донскую. Потому что начали платные участки по М4 объезжать. Там же грузовик у нас стоит 150 рублей. Участок. Участок 4 сделали. Поэтому они начали объезжать и пошли по старой М4. Будем камеры доставлять. До 1 июля мы будем, так сказать, эту историю приводить в порядок. Теперь, что касается детской площадки. Значит, сколько мы в Донском поставили площадок вам? В прошлом году установлено 5 детских площадок. Позапрошлого? В позапрошлом году 2. Так, 7. В этом году мы сколько ставили? 4. Еще 4. Я вам сказал, что я буду ставить вам площадки только в том случае, если у вас будет наведен порядок вокруг тех площадок, которые были установлены раньше. Почему тогда не проведены работы по ограждению этой детской площадки, чтобы, так сказать, там не было автомобиля? Владимир Сергеевич, там где находится детская площадка сама в том году, был идеальный порядок. Значит, Максим Ильич, значит, еще раз повторяю, вы должны обеспечить, вот, не посылать Любовь Николаевну, так сказать, неизвестно куда, да, а обозначить сроки, в какие сроки будут установлены все необходимые ограждения, чтобы там могли дети этой площадкой пользоваться. Срок назовите? 30 дней. Да, так, ну у нас сегодня 17 число, до 15 мая он обязуется это сделать. В протокол, пожалуйста, обрезку прошу подснять, потом выполнено обещание или нет. И освещение сделайте, пожалуйста. А это с освещением, это уже с освещением. До 15 мая это с освещением уже, не только отрождение. Это отрождение, освещение. Ну, пусть все очень попали, чтобы дети, так сказать, ну, конечно. Владимир Владимирович, освещение сделаем, но запитка там будет от места общего пользования. Ничего страшного, я думаю, что жители не будут возражать, если, так сказать, будут, у них детская площадка подсвечиваться. Мы заинтересованы в том, чтобы Донской оставался крупным муниципальным образованием, в котором люди видят свою перспективу.